Продолжение следует... 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 Я? Нет, это форменный идиотизм. Или наши шефы совсем потеряли голову в этой суматохе? Штирлет с воевцами учили меня аналитичности и спокойствию. Вы меня призываете к спокойствию? После того, что сказали. Да, я неспокоен. Я ошарашенно возмущенный. Сейчас поеду к Мюллеру. Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Выслушайте сначала меня. Я вам расскажу, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что Мюллеру не рассказывал. Я ждал вас. Ну, валяйте. Я вызывал трех экспертов из ведомства по делам нового вооружения. Я тоже их вызывал, когда вы посадили рунги. Да, посадили рунги мы. А отчего им занимались вы в разведке? А вам непонятно? Нет, непонятно. Рунги учился во Франции и в Штатах. Неужели трудно догадаться, что его связи там важнее его самого здесь? Нам всех губит отсутствие дерзости в перспективном видении проблем. Мы не можем себе позволить фантазировать. Вот и до. И ни шагу в сторону. Вот в чем наша главная ошибка. Ну что же, это верно. Что касается смелости, тут я спорить не стану. Вот по частностям я готов поспорить. Рунги утверждал, что надо продолжать заниматься изучением возможностей получения плутония из высокорадиоактивных элементов. А именно это вменялось ему в вину его научными оппонентами. Так вот, именно они написали на него донос. И я заставил их в этом признаться. Но я в этом не сомневался. В чем вы не сомневались? В том, что они написали на него донос. А почему вы тогда так долго занимались этим делом, и в результате все-таки Рунги был отстранен от работы? А мне важно было выяснить, симулирует Рунги, и если да, то кому это выгодно, нам или нашим врагам? И вы пришли к выводу, что его предложения выгодны нашим врагам? Ну, вы же читали дело. Читал. А вот теперь наши люди сообщили из Лондона, что Рунги был прав. Американцы и англичане пошли по его пути, а он сидел у нас в гестапо. У вас в гестапо. У вас, Холдов. Не мы его брали, а вы. Не мы утверждали дело, а вы, Мюллер и Кальтенбруннер. И не у меня, не у вас, и не у Шумана, бабка еврейка. А у него, и он это скрывал. Да пусть бы у него и дед был, трижды евреем. Цыган, не цыган, еврей, не еврей. Какая разница? Не важно, кем был его дед, если он служил нам и служил фанатично. Вы поверили негодяям? Негодяям. Старым членом движения. Проверенным арийцем. Физиком, которых лично награждал фюрер. Хорошо. Хорошо, ладно. Все верно. Вы правы. Дайте еще коньяку, пожалуйста. Пробки вы не выбросили? Пробка у вас в левой руке, Штирлиц. Я вас спрашиваю о пробках электрических. Те в столике возле зеркала. Что-то я стал много пить. Как вы думаете, Штирлиц, что решит Кальтенбрунер, если я доложу ему результаты своей проверки? Ну, вначале вы должны доложить результаты своей проверки Мюллеру. Он давал приказ на резку рунги. А вы его вели, этого самого рунги. А я его вел, это точно. По указанию руководства. Выполняю приказ. И если бы вы его сейчас отпустили, мы бы продвинулись куда, а как далеко в создании оружия возмездия, они топтались бы на месте. Это вы можете доказать? Я это уже доказал. И с вами согласны все физики? Большинство. Большинство тех, кого я вызывал для бесед. Так что вас ожидает... Ничего. Ровным счетом ничего. Результаты научного исследования подтверждаются практикой. Где эти подтверждения? Они у меня в кармане. Даже так? Именно так. Я кое-что получил из Лондона. Самые свежие новости. Это смертный приговор. Вам. Чего вы добиваетесь, Холтов? Вы куда-то клоните, а вот куда, я не могу понять. Я готов повторить еще раз. Вольно или невольно, но вы, именно вы, сорвали работы по созданию оружия возмездия. Вольно или невольно, но вы, именно вы, вместо того, чтобы опросить 100 физиков, ограничились десятком, и на основании их показаний, а они были заинтересованы в изоляции Рунге, вы способствовали тому, что путь Рунге был признан вредным и бесперспективным. Значит, вы призываете меня не верить истинным солдатам фюрера, людям, которым верят Кейт или Геринг, и верить человеку, который стоит за американский путь развития атома. Вы к этому меня призываете. Вы призываете меня верить Рунге, которого арестовала гестапо. А гестапо зря никого не арестовывает. И не верить людям, которые помогали его разоблачению. Все выглядит очень логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность. Вы бьете и Мюллера, который приказал арестовать Рунге, и меня, который защищает еврея в третьем колене, становитесь монументом веры на наших костях. Ну ладно, все очень точно, но я не за этим пришел. Рунге, вы позаботились об этом достаточно дальновидно, хоть и сидит в концлагере, но живет в отдельном коттедже городка СС и имеет возможность заниматься теоретической физикой. Сейчас я вам скажу главное. Я попал в дикий переплет. Если я доложу результаты своей проверки Мюллеру, он поймет, что вы, даже при том, что вы под колпаком, и вас проверяют не один, я, а несколько человек, вы будете обладать оружием против него. Вы правы. Именно он дал приказ взять Рунге. Если я доложу ему, что результаты проверки против вас, это ставит под косвенные удары его. На меня как это не смешно. Обрушатся удары с двух сторон. Меня ударит и Мюллер, и вы. Вон от того, что мои доводы надо еще проверять и перепроверять, а вы... Ну, вы уже рассказали, как примерно вы станете меня бить. Что мне, офицеру гестапо, делать? Подскажите. Вы офицер разведки. Вы хотите уйти из игры? Вы бы на моем месте поступили так же. Теперь я не могу вам ответить, Холтов. Пока не услышу, ваше да или ваше нет. Ну, а если позволим себе предположить невозможное, я отвечу да. Если мы будем предполагать невозможное, тогда вы ошиблись адресом. Обратитесь к астрологам, а не ко мне. У вас есть окно на границе? Допустим. Если мы уйдем втроем к нейтралам... Втроем? Именно. Рунги, вы и я. Мы спасаем миру великого физика. Здесь его спас я, а организовали бегство вы. Как? И учтите, что не я, а вы под колпаком. А вы знаете прекрасно, что значит быть под колпаком у Мюллера. Ну? Я жду ответа. Пойдите выпить. Хочу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Холтов, когда говорил, что Мюллер спит, говорил неправду. Мюллер не спал, он ждал Холтова. Мюллер только что получил сообщение из центра дешифровки о событиях на конспиративной явке гестапо в Берне. Сравнивая эти два шифра, он сейчас сделал неожиданное и чрезвычайно существенное открытие. От предчувствия удачи у него даже вдруг заболела голова. Шифр русской радистки совпадал с шифром связника из Берна. Субтитры сделал DimaTorzok Шольц, может быть, вы мне объясните, что у меня все время с этим ящиком? У вас есть запасные ключи? Нет. Значит, завтра утром вызовите дежурного, а сейчас принесите мне лупу. Моя в этом ящике. Мюллер слушает. Да, шеф. Хорошо. Хорошо, шеф. Обязательно. Да. Конечно. Обязательно. Конечно. Да нет, кое-что есть. Да. Я получил донесение из центра дешифровки. Ну, получается, вот что. Шифр русской радистки совпадает с шифром, который пришел с их связником в Берну. Да, это профессор Плейшнер. Значит, резидент в Берлине ищет новые связи. Да, я еще побуду здесь. Спокойной ночи, шеф. Да, пожалуй, вы правы. Скорее, доброе утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это значит? Вы что, с ума сошли, Штирлиц? Я в своем уме. А вот он либо сошел с ума, либо решил выйти из игры. Что? Принесите ему, пожалуйста, воды. Что случилось? Объясните мне толком. Извините, Круппенфюрер. Сначала пусть он все объяснит толком. А я лучше толком напишу. Хорошо. Идите к себе и напишите. Все, что вы считаете нужным написать. Сколько вам для этого потребуется? Коротко, 10 минут. Подробно завтра. Почему завтра? Потому что сегодня у меня срочные дела, которые я обязан доделать. И потом... Он раньше не очухается. Хорошо, значит, завтра в 9 утра. Решите идти? Да, идите. Снимите с него наручники. Сделайте перевязку. И отвезите его домой. Мюллер редко ошибался. И когда служил в Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов. И когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики. И когда выполнял все поручения Гиммлера. И позже, когда он начал тяготеть к Кальтенбруннеру, чутье не подводило его. Вряд ли Кальтенбруннер забыл о своем поручении Мюллеру проверить досье Штирлица. Значит, что-то случилось. И, видимо, на высоком уровне. А самый высший уровень для Кальтенбруннера был Мартин Борман. Поэтому-то Мюллер и поручил Холтофу поехать к Штирлицу и провести спектакль. Если бы Штирлиц на завтра пришел к нему и рассказал о поведении Холтофа, то он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтофа, тогда он мог с открытыми картами идти к Кальтенбруннеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника. А это не химера с физическими формулами. То, что произошло сегодня, было непредвиденным и не укладывалось ни в одно, ни в другое решение. Субтитры создавал DimaTorzok «Скорее повинуясь привычке доводить все дела до конца, чем подозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца». Я слушаю вас, группенфюрер. Вот что, Шольца. Срисуйте-ка отпечатки. Вот с этого стакана. Если буду спать, будить не надо. Я думаю, что это не срочно. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть что-нибудь? Нет, штангартный фюрер. Как ведет себя наша русская подруга? Мы проводим время в интересных идеологических дискуссиях. Я убежден, что вы каждый раз одерживаете победу над нашей подопечной. Убеждайте, но оставляйте для нашей милой русской возможность чувствовать себя достойной противницей. Принесите мне, пожалуйста, кофе, если можно. У нас кофе невкусный, суррогат. Есть хороший чай. Оберштурман Фюрер Кюн привез хороший чай, по-видимому, трофейный. Ну, покрепче. Хельмут, приготовьте, пожалуйста, кипяток. Хельмут, приготовьте, пожалуйста, кипяток. Продолжайте сидеть и слушать возможные передачи из Москвы, милая фрау Кин. Я вернусь завтра-послезавтра и думаю, что тогда ваша судьба прояснится до конца. Волноваться вам нечем. Все ваши проблемы согласованы с моим руководством. Барбара, у меня очень мало времени. Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 15 марта, вели ожесточенные бои с противником в районе юго-западной Кенигсберга. Войска 3-го Украинского фронта успешно завершили болотонскую оборонительную операцию, начатую 6 марта. В ходе тяжелых оборонительных боев и контрударов советские войска отразили попытку противника нанести поражение советским войскам в Венгрии и деблокировать свою Будапештскую группировку. Значительную роль в срыве и контрнаступлении вражеских войск сыграла авиация 17-й воздушной армии. Создались благоприятные условия для наступления советских войск на Венгрии. Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Прошу прощения, господин Далес. Хорошо. Я вынужден оставить вас. Прошу продолжить беседу, вероятно, завтра вечером мы встретимся снова. Ну, хорошо. Мы говорили полезно и перспективно. Сейчас, это на сегодня последнее, генерал, меня интересует вот что. Скажите, кого вы видите канцлером будущей Германии? Кесель Ринга. Кесель Ринга и только его. Он популярен в народе. Он молод, храбр. Министр иностранных дел? Фон Нейрат. Бывший наместник Чехии и морали. Он был обергруппенфюрером СС. У нас все были в СС. Я понимаю. Итак, фон Нейрат. Ну, а кто будет министром финансов? Ну, единственный человек, который может быть министром финансов в будущей Германии, это Янмар Шахт. Верно. Хотя он хитрая лиса. Ну, быть бесхитростным финансистом, это значит завалить все дело. Да, он финансировал Гитлера. Гитлер был тогда Шихельгрубером. Гитлер уже тогда был Гитлером. Ну, а министр внутренних дел? Кто будет держать Германию в руках? Вольф. Генерал Карл Вольф. Чем скорее вы забудете про СС и про звание в иерархической лестнице СС, тем будет лучше не только для нас, но, поверьте мне, и для вас тоже. Генерал, а как вы мыслите будущее своего непосредственно у шефа? Вы имеете в виду Кальтенбруннера? Нет. Гиммлера. Это будет следующей стадией наших переговоров. Пока же я могу только обещать вам, что законность будет соблюдена, раз уж мы договариваемся забыть о титулах и помнить только имена. И потом. Это ли сейчас главное? Остановить большевиков, не пустить их в Европу. Лично я вижу свой долг только в этом. Именно в этом. ПЕСНЯ ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, это полное падение нравов. Я не порицаю, нет. Я просто слушаю ее и все время вспоминаю Гэндельбах. Видимо, раньше люди искусства были, что ли, требовательнее к себе? Они шли рядом с верой. Ставили перед собой сферу задачи и не являлись, как сказать, маяками. А это так говорят на рынках. Эта певица переживет себя. Ее будут помнить и после смерти. Это в вас говорит снисходительность. Во мне говорит любовь к Парижу. И да, воно, пастор. Штирлиц был во Франции за несколько месяцев до оккупации ее фашистами. Он навсегда запомнил, как уходили те, кто решил продолжать борьбу за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через два часа мы будем на границе. А сейчас повторите-ка мне все, что вы будете должны сделать в Берне. У меня хорошая память. Библию учит не только доброте, но и точной организации памяти. Тем не менее, пожалуйста, повторите мне все. От начала до конца. Хорошо, я должен остановиться в отеле Савойе. В тот же день. У него действительно хорошая память, если еще учесть его возраст и необычайной ситуации. Тут, я думаю, дело пойдет. Он свое дело начнет и очень скоро. Теперь, Кэт, если случится нечто непредвиденное, это может случиться, хотя и не должно. Скажет про меня, не выйдясь и пыток. Но пастор уже начнет свое дело и Плещнер выполнит мое поручение. И ни один из них не знает, какое дело они сделали в моей операции. За пастором в Берне будут наблюдать наши люди, получившие сигнал от Плещнера. И все будет в порядке. Этим переговорам не быть. Я не дам Гиммлеру. Не выйдет. Теперь не выйдет. Нет. Вы должны назначать встречи не в голубом зале, а в розовом. Вот видите. Память памятью, а повторить никогда не мешает. Странно. Мне казалось, что вы меня совершенно не слушаете. Нет, нет, я вас слушаю очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста. Пастор сегодня будет в Швейцарии, а завтра он начнет мое дело. Наше дело, так точнее. Если пастор уйдет и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть в Абанк. Они сжимают кольцо. Тут мне не поможет даже Борман. Я уйду с ней через мое окно, если пойму, что игра подходит к концу. Правильно? Угу. Правильно. И очень хорошо, что вы на это обратили внимание. Садиться во второе такси, миной первое, ни в коем случае не садиться в случайные попутные машины. В общем-то, я рассчитываю, что наши друзья из монастыря, о которых я вам говорил, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз. Все может статься с вами. Все, пастор. Если вы допустите малейшую неосторожность, вы не успеете понять, как окажетесь здесь, в подвале у Мюллера. Но если это произойдет, знайте, мое имя, хотя раз с вами произнесенное вреду или под пыткой, означает мою смерть. А вместе со мной немедленную смерть вашей сестры и племянников. Они висят на мне для тех, кто позволил вас вывезти. Ничто не может спасти ваших родных. Назови вы мое имя. Это не угроза, поймите меня правильно. Это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить. Я понимаю вас. Ну, хорошо. Я не хочу, чтобы именно в этом вопросе вы меня неправильно поняли. Я помню, чтобы попробовать. 5-6, КОНЕЦ 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 Уберю. КОНЕЦ Ну что ж, давайте переодеваться. Сейчас, у меня немножко дрожат руки. Мне надо прийти в себя. Говорите нормально. Здесь нас никто не слышит. Садитесь в машину. Повторите мне еще раз адрес, по которому вы будете писать нашим друзьям. Я помню, помню. Как раз. Повторите еще раз, пожалуйста, адрес. Берт Юхенссон, улица Свеевеген, дом 7, Стокгольм, Швеция. Правильно. Повторите мне текст телеграммы, который вы отправите, если переговоры между Гиммлером и Даллесом начались. Я отправлю телеграмму. Тетя Эльза... Ой, тут узелок. Давайте я вам помогу. Давайте. Значит, я про тетя Эльза гостила у нас Берни Лазанни. Чувствует себя хорошо, только очень скучает. Каждую неделю пишет письма домой. Густав, правильно? А если никаких переговоров нет? Если... Тогда я напишу. Спасибо. Тогда я напишу. Не верьте тому, кто пугает вас плохой погодой Швейцарии. Здесь очень солнечно и тепло. Правильно. Хорошо. Пойдемте. Я ненавижу громкие слова, пастор. Но от того, что вы узнаете и от ваших телеграмм зависит будущее Германии. И не только Германии. Счастливо вам, пастор. Идите на шум электростанции. Отель рядом. Это километра два, не больше. Ну, благослови вас Бог. Идите на шум электростанции. У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. По крайней мере, лет десять не брал лыжных палок в руки. Ничего, успокаивал он себя. До отеля недалеко. До отеля рукой подать дойдет. Все будет в порядке. КОНЕЦ Теперь надо сделать последнее дело. Теперь главное – Кэт. КОНЕЦ КОНЕЦ Нет, нет. Я ничего не буду просить у вас здесь, дорогой Шалендерг. Я попрошу у вас там. Да, мне нужна будет ваша помощь сначала в Швеции, а потом, очевидно, в Швейцарии. Нет, нет. Ну, что знают двое, то знает свинья. Спасибо вам большое, дружище. Вы меня всегда выручали. Я вас нежно, по-товарищески люблю. Ну, что там? Группенфюрер. На стакане, на чемодане русской разведчицы. На трубке телефона спецсвязи. Были пальцы одного человека. Штандартар фюрера СС Штирлица. Может быть. Музыка. Прикладат. Группенфюрер. Слушайте, я просил у вас купить мне шведские лезвия. Где, 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 кто? Кто делал экспертизу? В пятом подразделении. Что вы делаете? Что вы делаете? Продолжение следует... Склероза, я вас вызываю. Немедленно Рольфа ко мне. Пошлите за ним в машину. Он сейчас поедет к русской пианистке. Все дороги закрыть. К Штирлицу на квартиру засаду. Если он дома, не забирайте его. А попросите его ко мне. Дайте шифрованное сообщение на все границы. Все. Все. Берег за угол. Ты со мной. Стой. Берег за угол. Берег за угол. Ганс. Опять куришь? Я не курю. Как же нет? Я же чувствую. Бросай курить. Берег за угол. Да, нет? Всё. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дай-ка еще раз посмотреть. Посмотреть. Десять минут тому назад Штирлиц остановил машину. Он почувствовал, что засыпает за рулем. Уже кончались вторые сутки, как он был на ногах. Он решил, что должен поспать хотя бы полчаса. Иначе он не доедет до Берлина. Полчаса. Прошло десять минут. Он спал глубоко и спокойно. Но ровно через двадцать минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами. Он проснется и поедет в Берлин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ